В сентябре 1941 года город Ленинград взяли в осаду фашистские войска и держали в блокаде страшные 872 дня. Те страшные дни выжившие блокадники вспоминают содроганием и слезами на глазах. Они пережили все, начиная от страшного голода, холода до постоянной бомбежки и смертей. Анна Кутанова пережила блокаду еще со всем ребенком. На момент начала войны ей было всего 11 лет. Наш корреспондент Алина Хайдаршина встретилась с блокадницей и выслушала историю ее жизни. 41 сентябрь, 8 число, в этот день нас блокада огнем обожгла. Мы тогда и не знали, что замкнулось кольцо и что смерть нам уже заглянула в лицо. Наиболее трудный и трагичный период в жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Блокада длилась 872 мучительных дня. Эвакуацию проводили в срочном порядке. Вывозили в первую очередь стариков и детей. Но многие семьи, несмотря ни на что, остались в своем родном городе. Также поступила и семья Анны Кутановой. Она видела весь ужас войны еще со всем ребенком. На момент начала блокады ей было всего 11 лет. «Мы остаемся в Ленинграде. Что будет, то и будет», – вспоминает блокадница слова мамы. Она до сих пор помнит ночь перед блокадой города и как забрали на службу ее отца. Ночь была совершенно тревожная какая-то, потому что летали самолеты, мы слышали все это и могли спать. А потом к нам пришли военные и забрали папу. Забрали папу, в общем, и увели. И вот папа не пришел сразу, он только пришел на второй день. Но это уже была мобилизация. Это уже ясно была подготовка. И вот поэтому очень быстро немец пробирался по территории, подошел к Ленинграду и, короче говоря, кружил Ленинград. Ее отца не взяли в армию, потому что у мужчины было больное сердце. И он служил в родном городе, на местной противовоздушной обороне. А мама работала на промышленном предприятии. У Анны Кутановой также была старшая сестра. По словам Анны, страшно было с самого первого дня блокады и до самого конца. Самолетная бомбежка была каждый день. И этот страшный гул никогда не забудется. За ночь сигнал тревоги можно было услышать до пяти раз. И приходилось бежать от бомбежек, вспоминает она. Пугасные бомбы, они летят с таким визгом, с таким страхом. Значит, они потом все это взрывается. Все это... Стоишь и думаешь, куда эта бомба попадет. Это в наш дом попадет или в другой дом попадет. Вот так вот это самое, вот такое было. И в это время стекла летят, все рушится. Но все оставшееся население помогало бороться с силами врага. И принимали участие в войне даже дети. Блокадница вспоминает, как она возглавляла отряд. И они чистили чердаки, рыли окопы, дежурили на крышах. В детстве ее научили щипцами брать зажигательные бомбы и сбрасывать с крыш. Детства как такового в то время не было. Всем приходилось помогать одинаково, говорит она. В 11 лет я уже сколотила отряд тех детей, которые во дворе. И мы, значит, были целым отрядом. Мы очищали вот эти подвалы от этих вот всяких тряпья и прочее. И чердаки. В чердаки мы заносили бочки. В чердаки мы заносили ящики. Мы заполняли затем песком эти ящики, а бочки водой заполняли. И нас обучили, как зажигалки, брать зажигательные бомбы. Не легче было пережить голодовку. Как только фашистские войска окружили город, были сразу сожжены бадаевские склады со всеми запасами города. Они горели страшным заревом не один день. Спустя время после пожара мы приезжали на эти склады и собирали ложками подслащенную землю, чтобы потом разводить эту землю и пить подслащенную воду, вспоминает блокадница. Тогда детям выдавали по 125 грамм хлеба, а рабочим по 250 грамм хлеба в день. На всю семью выходило полкило еды. Никаких других продуктов у нас абсолютно не было. И мы принесем эту землю подслащенную, и из черной реки в бутылочки принесем или в баночки принесем воду, и таким образом мы пьем вот это чай или что-то большее. У нас ничего не было. В Ленинграде выдавали медали за отвагу и мужество тем, кто помогал выстоять городу. Так и Анна Алексеевна получила медаль за оборону Ленинграда в 1943 году. Тогда девочке было всего 13 лет. За свою жизнь женщина получила еще не одну награду, среди которых был орден Данг, который вручил президент. Мы тогда не могли даже предположить, как нам долго терпеть и как мало нам жить. Но если бы знали, какой нас ждет ад, все равно бы не сдали врагу Ленинград. Отец Анны Алексеевны не пережил войну, но пережила ее мама и сестра. Позже Анна Кутанова закончила Ленинградский финансово-экономический институт. В УЗИ познакомилась с молодым человеком, приехавшим на учебу из Кыргызстана, а после свадьбы приехала с мужем сюда. Сегодня она возглавляет Кыргызское общество блокадников Ленинграда. Алина Хайтаршина, Кенчипек Максатулу, Пирамида.